нефть качают чуть ли не в центре лос-анджелеса интересно это ее качают всегда или потому что сейчас разморозили да интересно сейчас же байдена расчехлил запасы вот возможно это только сейчас так стало возможно всегда ребята рассказываю в общем в америке очень популярная тема это подарочные карты gift cards и в каждом супермаркете торговом центре есть огромные стенды бываешь их прям супер много таких стендов она не знаю что по 5 с разными подарочными картами мы сегодня саньком идем на день рождения американский правда к русской девочки к моей знакомой она нас позвала на день рождения и я спрашиваю что она хочет подарок она сказала что подарите мне карту амазона либо там еще двух фирм я точно не помню какие но мы нашли amazon вот и берем в подарок ей вот такую карточку подарочную мы так понимаю что в америке точно распространено вот так что мы идем на 1 американский день рождения с американским подарком шоку камни цветочки мы надеемся вот надеемся что найдем красивые цветочки и будет супер да обязательно саша на заедлый рыбак вот кстати мы в магазине best buy еще ни разу здесь не были здесь тоже все подряд продается а продукты здесь тоже продаются не знаешь или только техника а здесь только техника вот такие вот дела кстати день рождения конечно же я вам сегодня обязательно по тему все что смогу все покажу вот с другой стороны этого стенда тоже саке netflix и google play и полоски тут playstation она вода стенды его там ну в общем я вас не обманул да это прямо американская тема вот а кстати знаешь что скажи здесь есть можно купить себе кредитку за не кредитка дебютовую карточку а да мы видели вчера ты снимал нет я не снимал короче суть в том что ты можешь сам заплатить что-то денежку я просто будет пластик с этими деньгами ну ты нужно платить где-то пластик а можно до 500 по-моему а в месяц в месяц крючок ограниченность но смысл в том что вот некоторые на при парковке можно платить только карточкой если тебя нет зашел купил гаи у нас и уже в первый день была такая сложность что нужно было платить но у сашкин ты чудом я вроде рассказывал уже оказалось там карточка с минимальным количеством денег и нам хватило счастливые обладатели подарочной карты amazon выходит из бастбай а вот если что магазин последние дни мы вообще немного заезжаем во всякие магазины торговые центры супермаркеты не то чтобы мы хотим сильно шопиться просто как-то так получается каждый день что-то надо ну и тем более в америке прям очень крутые конечно магазины поэтому грех не заехать пока мы в восторге со временем чуть позже я вам подсниму это как из-за мультика тачки до саш красненькая там такая была была вроде ладно в общем я потом вам обязательно станет подсниму какой-нибудь контентик из магазинов местных супермаркетов ребятушки мы выезжаем на день рождения уже ужасно опаздываем на самом деле но у нас куча делаем и а реально спешили как могли но вот все равно немножко опаздываем сдерживаемся не опаздываем подарок тобой нужно еще мы надеемся что мы найдем место не сможем купить цветы вот мы немножко насколько это было возможно принарядились но если честно вещей тем более нарядных у нас немного сейчас наших чемоданах но тем не менее как смогли все едем на день рождения мы кстати едем без машины потому что мы планируем пить алкоголь мы едем на общественном транспорте впервые в лос-анджелесе могли бы поехать а не такси на автобусе вообще я знаю мало кто пользуется общественным транспортом потому что он не очень удобно ходит но так как мы живем в центре и девочка которым мы едем тоже живет там ну в соседнем районе но не прям соседним в общем не суть саша посмотрел ходит прямой автобус без пересадок прям буквально от нашего дома до ее дома очень удобный хоть каждые 15 минут поэтому мы решили лучше ехать на автобусе но и сейчас ничего не получится поищем тактик наш автобус сто восьмидесятый 217 только что проехал соответственно следующий должен быть наш билет на человека стоит доллар семьдесят пять на двоих три с половиной ухажение было 50 центов и нам просили полцента очень приятно все мы есть вам долго ехать этот час примерно и мы уж ужасно зонтельмен посмотрите попросила его курточку помочь я подержать только свою те что мы не ладно ребята мы приехали в новый для нас район называется я естественно точно не знаю посадина или посадена мне как-то привычнее говорить посадена но возможно это неправильно вот мы здесь еще ни разу не были до потрясающие горы на фоне нам еще пешком идти 7 минут доехали мы супер а спокойненько народу не слишком много нет никакой давки на все хватает места стоит недорого но в общем я в принципе довольна общественным транспортом пока что вот и район очень красивый горы просто потрясающе вау идем в уже известный вам и нам магазин таргет о кстати очень красивый вход здесь смотрите потрясающе деревья клубы вот до таргет значок наверно вам уже известный я показывала мы хотим к однешь на росту раз говорю что мы хотим купить цветы я уж сам убить повторять что вы хотим купить цветы мы с победой если честно выбор был не очень большой но мне быть эти прям понравился сам покажу так продолжаем вот букетик эти подсолнухи вообще их обожаю не еще раскроются очень свеженький так что не знаю мне понравился и мы его взяли мы вот эту вот упаковку конечно перед входом с и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 потому что, конечно же, вчера было шумно, хотелось общаться, не хотелось там что-то объяснять, особо показывать, хотя, в принципе, мне кажется, я много чего сняла, но еще не смотрела, не знаю. Вот. Что хочу сказать из моих наблюдений? Ну, во-первых, это было классно, круто, я невероятно благодарна Кристине за приглашение, потому что это была наша первая американская тусовка, мы посмотрели, как ведут себя люди, американцы, как они общаются, ну, вообще, это просто было очень круто попасть в среду, и, ну, особенно с приятными классными людьми, и круто провести время. Для меня это было очень стрессовое, потому что я плохо знаю английский язык, я вам об этом уже рассказывала, в принципе, я понимаю в основном, что говорят люди, если это не какая-то прям очень сложная тема, если это просто разговор на английский, я в основном все понимаю, там, не знаю, 80-90 процентов, сказать я тоже что-то могу, но не все, и достаточно, наверное, неправильными фразами я изъясняюсь, но в целом люди говорили, что меня понимают, что все ок, но я думаю, это просто американская вежливость. Хотя с некоторыми мы и правда неплохо даже какое-то время поболтали. Вот, вообще, наверное, вы наслышаны, вы знаете, что в Америке есть эта культура small talk'ов, то есть короткий разговор, все подходят, знакомятся, общаются, такой своеобразный нетворкинг, рассказывают, чем они занимаются, спрашивают, как давно мы приехали, что мы здесь делаем, вот, и действительно подошли практически все поговорить, и из-за моего плохого языка, я, конечно, мне было немножко иногда неловко, стрессово, но в целом у меня осталось суперпозитивное впечатление, после того, что, не знаю, все как-то хотят общаться, дружить, всем на самом деле пофигу, что я знаю или не знаю, вот, поэтому классно, это было очень круто. Еще из наблюдений заметила, что американцы, ну, я не знаю, конечно, как бывает на других тусовках, опыт пока что у меня вообще небольшой, но на этой тусовке, вчерашней вечеринке, никто сильно не напивался, все выпивали, кушали, но в меру, в основном все просто общались, ходили там разными компаниями, но постоянно менялись группки, то есть не было такого, что кто-то в одном углу стал и общается с там только с одними людьми, кто-то в другом углу стал, нет, в основном все со всеми постоянно общались, менялись просто комбинации, это было круто, интересно, я, конечно, очень порадовалась, когда пришла русскоязычная девочка, мы очень много с ней проболтали, ну, понятно, потому что есть о чем поговорить, поделиться каким-то там опытом, ну и, понятно, намного проще, вот, надеюсь, что это была не последняя наша американская вечеринка, очень понравилось, еще раз вдруг Кристина это посмотрит, то я еще раз поздравляю с прошедшим днем рождения, вот, и, да, было круто, классный опыт, видите, я рассказываю и прям сияю. Ну все, давайте начинать или уже практически заканчивать сегодняшний день, поехали туссом паться дальше. Чтобы вы просто понимали, мы подъехали к Веннис Бич, и стоимость парковки 9 баксов, и мест при этом нет, нам пришлось разворачиваться, ой, какие собаки классные, нам пришлось разворачиваться, сейчас поедем дальше искать следующую парковку. У нас рубрика парковочная новость, в общем, сейчас мы только что подъезжали на парковку номер 175 по счету уже, потому что где-то вообще нет места, где-то вместо парковки бомжатский городок, там одни палатки стоят, мы сейчас просто подъезжаем. Я, конечно, понимаю, что эта парковка, на которую мы хотели сейчас встать, она прям находится, по сути, в самом центре Веннис Бича, и как раз здесь рядом вот эта растяжка висит, Венис, самая известная, с которой я буду с вами фотографироваться однозначно. Да, класс, так, ну я вам попозже покажу, наконец-то. Вот, ну, короче, я хотела сказать, что мы подъезжаем, и девушка-парковщица говорит, у меня есть для вас местечко, сейчас, секунду, и мы к ней подъезжаем, и она такая, парковка стоит 35 баксов, 35 баксов парковка, что? Мы просто охренели, конечно, мы уехали оттуда, но это просто какой-то кошмар, 35 баксов. Два часа максимум? Не подходит, да? Ну, нормально, потом переставим просто, если что, мы же близко. Ну, мы как моем эти, ну, у нас и нет долларов, чтобы заплатить-то. То есть, карты есть, но надо карты ставлять. Ребята, финали, наконец-то, мы припарковались, не прошло, наверное, часа, мы припарковались в Марине, Марина Дел Рей, правильно, Саш? Я не уверен, что это прямо уже Дел Рей. Ну, либо она где-то здесь рядом, либо это она. Заплатили мы... Упс, сколько, сколько, сколько... Заплатили мы относительно района вообще недорого, а 6 баксов в сутки. Ну, там можно было по часу платить, но, короче, Толантоба и вышла. Так, Саша сразу заплатил за сутки, на всякий случай. И мы идем гулять. Здесь очень красиво, и люди плавают на каяках, каяки, боже. И мы идем гулять. Из наблюдений здесь очень-очень сильно пахнет океаном. Прям вот такой прям настоящий океанский воздух. Мы с Сашей сейчас обсуждали. Интересно, кто живет вот в этих домах на первой линии. Возможно, здесь не только дома, здесь есть всякие отели и, может быть, офисы. Но, как бы, с одной стороны, это, конечно, крутое место для жизни. Но, с другой стороны, это какой-то дурдом. Представляете, Венис-Бич одно из самых популярных мест вообще в Лос-Анджелесе. И жить прямо здесь, когда у тебя нон-стопом постоянно ходят толпы народу, наверное, это не очень прикольно. В своем доме все-таки хочется тишины, спокойствия. А по ночам здесь, наверное, кто-нибудь пьяный еще орет, там ломится куда-то. Запросто такое может быть. Короче, я сейчас шла, просто рассказывала вам что-то и снимала просто вперед, как бы, улицу. И на встречу шел, ну, точнее, сборку стоял человек, ну, вроде как бездомный. И, ну, видимо, они очень адекватные. Он просто такой на меня такой, выключи камеру, выключи камеру. Камеру вырубай. Камеру вырубай. Вот, и я прям испугалась реально, потому что он прям так агрессивно на меня шел. Такой прям, я очень испугалась, что он вот меня трогает. Ну, вот, Лос-Анджелес тем и плохо, что очень-очень много здесь неадекватов. К сожалению. Народу просто куча. Прям очень много. Везде какая-то творится вакханалия. А вон там вот находится знаменитый скейт-парк. Мне кажется, его все всегда показывают, потому что очень современный, классный. И, похоже, там какая-то сейчас проходит туса, так как там просто яблоку негде упасть. Очень много людей. Сейчас мы подойдем, посмотрим поближе. Так. Лос-Анджелес тем и новогодeten поэту воинск character. Так, ну, мне лично скейт-парк очень понравился, достаточно увлекательно наблюдать за ребятами, которые там рассекают. Поэтому мы с Сашей так поняли, что новички стоят в сторонке, а уже супер-профи катаются именно на этих самых больших горках. Ну, классно, интересно, я приснимала, надеюсь, получилось красиво. Но, если честно, снимать их сложно, потому что они прям неуловимые. Ты только кадр настраиваешь, а они трюки в другом месте уже выделывают. Ну, ладно, все, мы оттуда уходим. Здесь, конечно, классно, но ветер просто ледяной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!!! Сейчас я вам покажу ее с нужной стороны. Чувак не в камеру помахал! вот она на самом деле сейчас конечно свет не очень выигрышно падает и когда вообще потемнеет она будет светиться и будет очень красиво когда первая половина дня то солнце на нее падает и получается тоже симпатичнее вот но тем не менее мы ее все равно увидели я очень рада как в америке это популярно сколько стоит 56 я что там есть кейл кейл нет я у тебя буду пиццу пробовать а здесь кстати вот такой вот райончик очень колоритный все разрисованное с мусорные баки подписчиков как не показать но дойдем как но птицы троню а и он он вот у а и вот вот в в в в в в в в в у меня сломалась палка потому что стоит там бурчит и и чинит вообще хотела вам сказать следующее меня еще сашин давно на мысль о которой я тоже думала когда мы стояли там вот когда станцевали на тусовке но почему-то я не озвучила сейчас могу озвучить в общем там выходили артист танцевать в круг и был русский парень и он танцевал и никто там не кричал фуня не свистел то есть все ему хлопали также к остальным это к вопросу о том что к русским нет никакого сейчас предвзятого отношения ну точнее где-то наверное есть конечно однозначно но мы пока что не замечаем не заметили все было очень добродушно и там объявляли что вот русский парень там она и все ему хлопали также веселились вот